Далевое строительство в Казахстане станет безопасным. По крайней мере, так утверждают в Министерстве национальной экономики. Сегодня депутаты Сената приняли поправки в закон о долевом строительстве. Теперь риски остаться ни с чем будут сведены к нулю. Новые правила ужесточают требования к строительным компаниям и гарантируют сохранность денег. Чем обусловлены такие нововведения и помогут ли они решить все проблемы? Расскажет Илья Рыбин. На дом, в который жительница Астаны вложила 70 тысяч долларов, Татьяна Мендебаева вынуждена смотреть сквозь щель в заборе. Стройка заморожена. Дольщица должна была заселиться сюда в 2013 году. Однако до сих пор женщина, как и другие 230 семей, живут в неведении. Руководитель строительной компании в бегах, имущество арестовано. На этот комплекс нет разрешительных документов. Их нет. Как ни было в 2012 году, так их нет. И в 2015. Ну, ведь, наверное, должна следить прокуратура за исполнением закон о долевом жилищном строительстве. Постоянные скандалы вокруг долевого строительства вынудили законотворцев разработать систему защиты вкладчиков. Теперь финансирование долевого строительства будет производиться через кредит в банке на сумму, достаточную для завершения стройки. Деньги дольщиков будут привлекаться только после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика, либо через гарантирование долевых вкладов фондом. В новом законе, да, присмотрены механизмы защиты дольщиков. Это, значит, первый способ – это через фонд. Фонд гарантирует вклады дольщиков. То есть, в случае, если застройщик не достраивает дом, то фонд берет на себя обязанность по достройке этого дома и передаче доли дольщикам. Фонд будет создан при национальном холдинге «Байтирекс» с уставным капиталом в 10 миллиардов тенге. А гарантированные выплаты будут рассчитаны на сумму в 200 миллиардов. В новом законопроекте прописаны и правила для строительных компаний. Теперь на рынке смогут конкурировать только серьезные предприятия, которые уже возвели как минимум 18 тысяч квадратных метров жилья. Деньги дольщиков использовались только после завершения строительства и после ввода в эксплуатацию. Получается, деньги дольщиков мертвым грузом лежали. А данными механизмами позволяют использовать деньги уже на стадии начала строительства. Сегодня же депутаты подняли вопрос платных паркингов и технических этажей. Дольщик оплачивает стоимость строительства всего дома полностью, с жилыми и нежилыми помещениями. Но после сдачи застройщики почему-то приватизируют эти помещения и выставляют их на продажу. Но в Министерстве нацэкономики эту ситуацию никак не прокомментировали. Законопроект был принят во втором чтении.